Новогоднее желание 12-летнего Валерия Бовкуна исполнили театральные актеры и губернатор Хабаровского края. Свое письмо подросток отправил не Деду Морозу, а на сайт всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». О чем мечтал хабаровский подросток, расскажет сейчас Дарья Небора. Ребята, мы с мышкой идем искать Деда Мороза. И никак не можем его найти. Я даже не знаю, как он выглядит. Актеры музыкального театра в костюмах символа уходящего года и будущего приветствуют многодетную семью Бовкун. 12-летний Валерий мечтал побывать на губернаторской новогодней елке. В этом году из-за пандемии ее отменили, но ради детской мечты устроили персональный праздник. Увидел по телевизору кремлевскую елку. До Москвы лететь далеко. Потом узнали, что у нас была губернаторская елка до пандемии. Вот он все хотел-хотел. А там же было только для спортсменов в основном. Еще одна мечта подростка. Научиться играть на гитаре теперь тоже исполнится. Губернатор подарил Валерию шестиструнную. Проба первых аккордов тут же. О заветных желаниях Валерия губернатор узнал благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Ее придумали четыре года назад в Москве, чтобы порадовать детей из многодетных семей, семей с трудным финансовым положением и детей с особенностями здоровья. Детские мечты для елки желаний в Кремле собираются всей страны. А снимают их с елки и исполняют губернаторы, министры и другие представители власти. В Хабаровском крае в этом году исполнить детские желания может каждый. Новогодние елки с мечтами детей установили в краевом правительстве, в волонтерских центрах и на крупных предприятиях. Это очень трогательная акция. Она делает нас добрее, детям дарит вложительные эмоции и надежду на лучшее. Некоторых берем под опеку. Я имею в виду патронат. Кому-то помогаем с учебой, кому-то с какими-то жизненными вопросами. В Хабаровском крае среди исполненных детских желаний уже есть ноутбуки, сладости и машина для раскатки полимерной глины.